Всем привет дорогие друзья! В этом видео мы поговорим про интерполяцию элементов массива в строки. Давайте сейчас я сразу на примере покажу, чтобы было понятно. Создадим массив таким вот способом, просто нулевому элементу укажем число 14. И теперь, когда мы создаем какие-то строки или просто выводим их через эхо, мы можем указать здесь в двойных кавычках элемент массива, так же как мы указывали переменную, и будет выводиться его значение. Например здесь укажем какой-то текст, теперь посмотрим что мы видим и мы получаем тот результат, который работает с обычными переменными. Он также работает и с массивами и их значениями. Если бы у нас был ассоциативный массив, например здесь ключ one, то здесь нам нужно указывать one без кавычек. И вы видите, что сейчас результат выводится тот же самый, но кавычки здесь не требуются, так как мы в обычных ситуациях обращаемся здесь, мы их также указываем, но при интерполяции, когда мы указываем в двойных кавычках, здесь дополнительные кавычки не требуются. Если у нас массив многомерный, то мы уже не сможем обратиться к нему с помощью привычного нам способа, используя две пары квадратных скобок, но мы можем использовать фигурные скобки или оператор точка. Смотрите, если у нас например двумерный массив, здесь хранится какое-то значение, то для того чтобы обратиться к этим значениям, нам нужно заключить всю эту конструкцию в фигурные скобки. И вы видите сейчас, что так все работает. Или, например, можно использовать точку, если мы объединим эти две строки и значение, которое хранится в массиве с помощью точки и конкатенаций строк. Так тоже у нас все работает, и можно использовать этот способ. И если мы, например, все-таки здесь создадим ассоциативный массив, то в таком случае уже здесь можно использовать кавычки. И у нас все работает. И также, если мы используем фигурные скобки, кавычки здесь можно использовать. С ними все работает. А если мы укажем без них, то у нас также результат отображается, как вы видите. Сейчас мы рассмотрели интерполяцию. Это очень полезный прием, и строки могут выводиться не только через эхо, но и выводиться прямо на html страницу. Главное знать эти простые правила, где нужны кавычки, где они не нужны, что можно использовать фигурные скобки и конкатенацию с помощью оператора точки. И тогда у вас все будет прекрасно работать и не будет каких-то банальных ошибок. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Также заходите в телеграм-группу, и там вы сможете найти код и материалы к видеоурокам. Не забывайте оценивать видео, комментировать и до скорых встреч!